Ребята, здравствуйте! Очередная неделя подошла к концу. Саша, как у тебя дела? Расскажи. Ну, рабочая неделя хорошая. То есть я ходил в зал каждый день. Я практически полностью ушел от диеты, той, которую мне прописали. Решил просто провести эксперимент на этой неделе. Сделать свое питание таким образом, чтобы оно было мне очень-очень прямо приятным, но в рамках именно, скажем так, не переедания. Ну, ты же понимаешь, что я диетолог пишет питание. Зачем ты... Я просто хочу поэкспериментировать, потому что на прошлом деле все нормально, там вес уходит, да, грубо говоря, но я себя плохо очень чувствую. Ты с диетологом советовался по поводу изменения своего меню? Нет, не советовался. Ну, давай посмотрим, как, что покажут весы на этой неделе. Все-таки чувствуешь ты себя хорошо, и это уже замечательно. Итак, на прошлой неделе твой вес был 208 килограммов 200 граммов. Как ты думаешь, удалось что-либо сбросить или нет? Или набрал, возможно? Может набрал. Ну, то есть это, я говорю, это абсолютно экспериментальная неделя была. Я здесь не ставил рамок по весу, я здесь ставил рамки по самочувствию. То есть, отталкиваясь от этого, сейчас хочется пробовать дальше. Твой вес не изменился ровно ни на грамм. Он также составляет 208 килограммов 200 граммов. Ну, собственно, это же неплохо. Значит, значит, по крайней мере, при таком питании не набирают. Ну, ты же понимаешь, что продолжать так нельзя, потому что все-таки у нас цель проекта, чтобы ты сбросил вес. Тань, давай, перейдем к тебе. Расскажи, как у тебя неделю. Я знаю, что все специалисты, наоборот, очень хорошо тебе отзываются, что ты очень примерная, что ты все требования их соблюдаешь. Кто-то сказал. Диетолог сказал. Покажи. Да, действительно, я ходила к диетологу, он мне прописал новую диету, которая должна будет еще лучшие результаты помочь мне показать. Вот. Я не знаю, сколько сбросила, но по самочувствию мне сейчас немножко хуже не физически, не морально, а физически. То есть, морально я уже привыкла к тому, что вес снижается медленнее, но физически у меня добавились тренировки. Сергей провел со мной силовую тренировку. То есть, я уже ходила в группу на глубокую воду к Земфире. И, конечно, было очень тяжело, мышцы болят. Ну, плюс я добавила еще сама массаж. Давай узнаем, какой результат покажут все твои усилия на этой неделе. Давайте. На прошлой неделе ты у нас весила 108 килограммов 150 граммов. Ты сбросила килограмм 450 граммов, ну, практически полтора килограмма. Устраивает, по крайней мере, такой результат? Ну, вот, если бы было 400, тогда бы устраивала. Ну, это лучше, чем ноль и лучше, чем плюс. Ну, я понимаю, что я работала, я выкладывалась на 100%, но буду работать еще больше. Тренировки, потому что добавляются, я думаю, вес должен пойти еще лучше. Угу. Ребята, я вам теперь даю задание каждую неделю. Новое задание прямо сейчас озвучиваю. Вам необходимо выполнить упражнение подъем ног лежа на спине и продержать ноги в этом положении минуту. А угол сколько? Ну, 45. 45, да? Да, 45 градусов. Угу. Хорошо? Минута, да? Минута. Ну, неплохо. Прошлое задание у участников проекта было отжаться с колен хотя бы пять раз. Ох, не получался. Саше это задание удалось выполнить далеко не с первого раза. Я думал, будет полегче, если честно. У Тани же упражнение особых трудностей не вызвало. Все. Также участники проекта продолжают ходить в бассейн и на кардио в тренажерный зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этой неделе диетолог проекта пригласил ребят на повторное обследование. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша, ты здесь? Маленько похудел, маленько там, это... Сегодня твой вес утренний какой был? 209 был вес. 209. В прошлый раз ты был у меня 218. 209. Так, давай сейчас туда встанешь, я тебя измерю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу тебе сейчас сказать динамику, в принципе, жировой массы. Была, значит, жировая масса, вот четкая жировая масса, 128 килограмм. Да. Сейчас у тебя жировая масса, 109 килограмм. 18 килограмм жировой массы, ровно жировой массы в килограммах. Ты потерял. Тебе нравится? Это очень много. Как я мог потерять там 18 килограмм жира? Я тебе сейчас скажу. И потерять всего 9 килограмм веса. Потому что у тебя жидкость стоит. Я чувствую себя-то то, что, ну, и мышечную, ну, как бы я себе в тонус, в тонус намного сильнее стал. Угу. В тонусе, в силу больше, да? Да, да, в силу я, как бы, и тренировки усиливаю. Ну, сам чувствую, что могу больше сделать. А вот объем, ну, как бы, вот именно вижу, что отеки, 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 отеки. Ты мне привез дневник питания? Нет, я принес. Дневника питания нету. Грубое нарушение. Не могу отконтролировать, провести работу над ошибками и посчитать количество белков. У меня были попытки, а он на холодильнике висит. Вот я его как три раза записал туда, внес, вот там три гига осталось. Не получается. Но я помню. С 20 июня по сегодняшний день твой вес изначально был 218,5 килограмм. Угу. Сейчас вес 209. Угу. Теперь по объемам талии 180 сантиметров была, 149,9 стало. На 30 сантиметров. На 30 сантиметров. Вот почему у тебя упал живот. Угу. Теперь, значит, обхват одного бедра. Угу. 97,3 было, 94,3 стало. Ну, плюс та мышечная масса, которую ты, в общем-то, тренируешь. Угу. Теперь обхват плеча. 95 было, 53,2 стало. Да, мы быть не можем. 95 было. Я, вот я лично измеряюсь. Если вес ты мне еще говоришь, сантиметровая лента я сама измеряю. 95. 95 было, 53,2 стало. Чтобы динамика сброса веса оставалась положительной, Наталья выписала Саше несколько препаратов и дала несколько личных советов. 18 килограмм – это все, кто это услышит, скажут, да, окей, хорошо. Но это благодаря фитнес-тренировкам и тренеру, это благодаря тому, что он все-таки сменил рацион питания и уменьшил порции. Мы до идеала не дошли, но мы в этом плане работаем. У нас есть некоторые проблемы, так сказать, с водной нагрузкой, но мы тоже с этим справимся. Какие планы сейчас? План такой. Значит, введение дневника питания обязательно. Это то, к чему Саша еще должен прийти. Он еще этому не научился, но мы будем в этом направлении работать. В плане жировой массы мы дальше стараемся снижать ее, но кроме жировой массы мы должны мышечную массу в тонусе поддерживать. То есть это вот соотношение такое, оно должно быть пропорционально. Татьяна также посетила диетолога. Значит, Таня Яншаева за три недели минус 3,7 жировой массы. Дальше. Вот с жидкостью пока, это тоже связано с нарушением веществ, пока непонятная ситуация, некритичная, но непонятная. Дальше, значит, мышечная масса несколько увеличилась, а увеличилась ровно на 500 грамм. Так, объемы. В талии 2 сантиметра, в бедрах 2 сантиметра. Теперь ребята в следующий раз придут к Наталье через две недели для того, чтобы понять, как действуют на их организм лекарственные средства. При этом Станша и Таня продолжают придерживаться диеты, которую им прописал диетолог. Сегодня хочу рассказать о том, чем я питаюсь, какую диету мне составили. А составили мне диету вот такую вот. На завтрак у нас геркулес. Геркулес с медом и бананом. Собственно, что я сейчас и буду делать. Разнообразить меню Станши и открыть ему многообразие вегетарианских блюд вызвался эксперт в этой сфере. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр? Да. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Приятно. Я специализируюсь на вегетарианской кухне, меня позвали готовить. Меня предупреждали. Давайте, давайте, я с удовольствием. Ну, вот, собственно, так я и живу. Готовлю в основном в мультиварке. Ну, иногда, конечно, приходится и на плите готовить. А питаюсь в основном крупами. Вот овсянка у меня прям практически всегда, да. Рис также есть, гречка. Ну, а из того, что в холодильнике, тут особо-то у меня ничего нет. Достаточно все равно скудно и достаточно тяжело все равно вот с этой палитры собрать какие-то блюда интересные. Потому что из-за чего человек поправляется? Из-за того, что потребил больше калорий, чем сжег. А из-за чего человек чувствует голод? Не из-за дефицита калорий, а из-за дефицита вкуса. Поэтому нужны вкусы. Вот, то есть сейчас мы попробуем разнообразить, я кое-как подготовился, кое-что подготовил, точнее сказать. Сейчас мы попробуем разнообразить твою кухню ежедневную. По-моему, замечательно, я только за. Это небольшой, совсем небольшой перечень продуктов, буквально на обед. Сергей, а что мы будем из этого делать? Мы приготовим блюда. А какие блюда? Два горячих и салат. Берем молоко, берем муку, у нас она что-то приготовлена. Сколько там ее нужно? Ну, консистенция должна быть такая, как жидкий шоколад примерно, такая достаточно тягучая. Тягучая, я понял. И добавляем специи. Хорошо. Дегейский сыр, тот самый вегетарианский, нужно ополоснуть его. Прямо разрезаем и ополосываем? Нет, сначала ополоскиваем, потом разрезаем. Нарезать примерно сантиметр толщиной такими пластиками. Сейчас мы из сыра, из нори сформируем те самые беточки. Просто заворачиваем. Сыр даст сок молочный, а лист нори – рыбный вкус. Вместе такое интересное сочетание получается. Ставим воду на плиту и кладем туда капусту, при этом немного обжариваем баклажан. Все, баклажанчики у нас готовы. Жирок лишний нам ни к чему. Сливаем. Перебрасываем сюда. Почему сбрасываем именно, когда закипит уже вода? Потому что, если мы сбросим не кипящую воду, такую тепленькую, то овощи у нас в процессе варки, они станут такие, как каша. Овощи у нас нарезаны, нам нужно сделать заправку в салат-соус. Вегетрианский майонез. Меня майонез отпугивает. Ну, что страшного, там не будет яиц, не будет ничего вредного, все натуральное. Берем натуральную сметану. Добавляем черную соль, уже знакомую нам асафетиду, немного лимонного сока и хорошенько взбиваем. Ну, Александр, думаю, у нас быстро все получилось. Давайте попробуем теперь. Ну, очень вкусно, но жирно. Ну, прям чувствуется. Вот рагу оно вообще. Ну, теперь самый гвоздь программы. Гвоздь программы. Вегетарианская рыбка. Ну, прям выбор. Сергей, спасибо вам огромное, что показали мне, как из подручных буквально продуктов можно приготовить такие интересные блюда. Итальянская рыбка, это очень к праздничному столу оно. Но на повседневность нельзя мне. Да. Очень вкусно. В любом случае, спасибо еще раз. Приятного аппетита, будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!